18-летний студент, не так давно отчисленный из колледжа, с гладкоствольным ружьем в руках, вошел в школу и сразу начал стрелять. О, Господи, 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 там что-то... Когда стало известно о ЧП, к гимназии начали прибывать обеспокоенные родители, требуя освободить их детей. В первом школе стреляли. Все, родители не пускают. Там просто мы заходим. Так выглядели коридоры школы после его атаки. Внутри стрелок пробыл около 8 минут. Стрелок использовал самодельные гранаты. На первом этаже выбило окна. Там занимались ученики. В этой минуте появились и первые кадры, снятые внутри учебного заведения. Кто-то из школьников делал так называемый сториз. Выпустите моего ребёнка! Выпустите моего ребёнка! В кадрах ученики сидят на полу в конце класса. Некоторые прячутся под партами. А так сейчас выглядят школьные коридоры. 19-летний студент, не так давно отчисленный из колледжа, с гладкоствольным ружьем в руках. Гладкоствольный Хацан Эскорт, хотя и считается бюджетным вариантом для новичков, но всё равно стоит 30. Школьники пытались спастись, выпрыгивая из окон третьего и четвёртого этажей. Двое из погибших, как сообщается, разбились, пытаясь спастись, прыгая с третьего этажа. Тех, кто оставался в классах, эвакуировали через запасной выход и по пожарным лестницам. Также поступали сообщения, что нападавший заложил бомбу у себя в квартире. Там находилась его мать. Лоик ворвался в класс и начал расстреливать людей. Сперва он... Ваш класс? Да. Точно, ничего не знаем, говорят, были автоматные очереди, потом произошёл взрыв. Начал расстреливать позже, поочерёдно по рядам. После чего он ушёл. Несколько раненых? Да, там скупает, в крови были. Мы точно не видели, мы забирали своих детей, вывел ОМОН. У нас стрельнул два раза в учительнице, нашему классному руководителю, которая вела татарский язык в ногу. Дома был, слышал взрыв в окно, выпрыгнул, высказал на балкон, смотрю, дым идёт. Быстрее спустился. В школы сотни людей из десяток машин скорой. Пострадавших продолжают доставлять в больницы. Средним данным, которые озвучил глава Татарстана, он также прибыл на место ЧП. Жертвами стрельбы стали четверо мальчиков и трое девочек. ЧП сумели спасти самого тяжело раненого школьника, десятилетнего мальчика. Он получил ранение в грудь, у него останавливалось сердце. Ясно, что за неделю до нападения подозреваемый создал телеграм-канал, где себя именовал Богом. Дети прыгали с окон, как вы хотите. Маленькие дети прыгали с окон, человек второй, первый класс. Вот что рассказывают сами дети. Крыли дверь, и там полиция была, и мы выйдем. Я сидел в классе, началась эвакуация. Нас закрыли, сразу в классе. Сразу три человека из нашего класса позвонили в полицию, благодаря этому мы смогли выжить. В то время, когда экстренные службы спасали детей, в соцсетях стали появляться фейковые сообщения о подобных инцидентах в других школах. К этой минуте, по официальной информации, нападавший был один. Первый кадр задержания нападавшего, который открыл огонь в одной из школ Казани. Он обращался с проблемами, которые у него с головой. То есть он обращался с профильным специалистом. Были задержаны двое человек, распространяющие ложную информацию. В эти минуты они дают показания. Голливеев неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Это кадры задержания. Он вышел сам, безоружным, и сдался. В марте прошлого года ему был поставлен диагноз. Соответствующая медицинская документация изъята. Голливеев убил семерых учеников и двоих учителей. Десятки ранил. Он в принципе, в целом, спокойный, нелюдимый, но в последнее время стал более нервным. Ладно, спокойный мальчик был. В территории прилегающей гимназии проводится контртеррористическая операция. Введен соответствующий правовой режим. Следственного комитета близкие отмечали, что в последнее время студент стал более агрессивным. Целью Голливеева было выразить свою исключительность и превосходство. Делал селфи в черной маске, на которой красным написано, кем себя возомнил. Время, когда подозреваемого задерживали, была информация, что внутри здания остаются двое его вооруженных подельников. Ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Проведена эвакуация учащихся. Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка. У Голливеева нашли доказательства, которые изъяли, доказательства по делу. Осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. К этой минуте его телеграм-канал уже заблокирован. Известно, что на Голливеева было официально зарегистрировано оружие. Следователи установили место, где студент купил оружие и все обстоятельства, которые... Суд Казани постановил арестовать стрелка Ильна Заголливеева. Война вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний. Сам стрелок сказал, что против своего заключения под стражу не возражает. Во время заседания он вел себя спокойно, не отвечал на вопросы журналистов. Завтра в Татарстане объявлен день траура. Занятия в школах отменены. В летом у меня начал пробуждаться монстр. Я нахуй всех начал пренавить и конкретно. Уступление предусмотрено фунтом А.В. часть 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Винус совершения которого он признал полностью.